На Руси издавна была традиция строить храмы на частные пожертвования. Именно так была построена, например, эта церковь в селе Троицкое. Ее возвели в начале 18 века на средства Екатерины Ивановны, вдовы Сызранского воевода Якова Семеновича Дмитриева. На колокольне под звонницей Екатерина Ивановна повелела построить для себя келью, в которой и прожила всю оставшуюся жизнь. Все это было вполне обычным для того времени, ведь жизнь людей была тесно связана с православием. Купцы строили храмы, свои средства храмы строили, клещи содержали, помогали храмам. Но были случаи, народные средства строили. У храма Святой Троицы была типичная судьба сельского храма. После прихода к власти большевиков его закрыли и превратили вначале в молокозавод, а затем в склад удобрений. Потом его все забросили. В 90-е годы прошлого века, когда храм передали церкви, он был в ужасном состоянии. Крыша протекала, кирпичная кладка разваливалась. Началась велотекущая реставрация, которая с переменным успехом продолжается до сих пор. С 1992 года в небольших пределах храма ведутся службы. Остальные помещения пустуют, стены источают неприятный химический запах. Церковь построена в традиционном русском стиле и изобилуют декоративными элементами. Но для прихожан она представляет не только историческую и архитектурную ценность. Все мои предки жили в этом селе. И они ходили в этот храм. Я вот иду, переступая порог этого храма, я вот всегда вспоминаю, вот у меня какой-то там прапрадед, фрол, он воевал в войне с французами. И вот я всегда его вспоминаю, уходя, наверное, на войну. Он, наверное, перед тем, как идти на войну, пришел в этот храм, потому что с войны он пришел живым. Так получается, что церковь Святой Троицы остается полуразрушенной. О ней знают только жители ближайших окрестностей. И духовная жизнь в ней держится лишь на энтузиазме священника и немногочисленных прихожан. А ведь она могла бы занять достойное место на туристической карте Самарской области, как самая древняя каменная постройка не только Сызранского района, но и всего Самарского правобережья. Знакомство с нашим краем мы продолжим ровно через неделю. Не пропустите! Субтитры подогнал «Симон»!